Буквально в это воскресенье у меня и моей группы Fint вышел первый русскоязычный сингл с нового альбома. Ну как? Видимо, получится, что мы сделаем все-таки две копии этого альбома. И одна версия будет, естественно, на английском языке, и одна версия будет на русском языке. Так уж получилось, что у меня почему-то довольно просто получается переписывать тексты на русском языке. В общем, ссылочку, где посмотреть-послушать, вы найдете в описании. Ну, здравствуйте, мои хорошие. На самом деле, сегодня я планировал делать немножко другой видос. Реально, хотел Pentatonix посмотреть. Я как-то их вроде слышал, но вот именно чтобы детально разбираться, не разбирался. Поэтому, если вам интересно, пишите об этом в комментариях. Сделаю на следующей неделе. Вот. Тут я решил, значит, кое-что посмотреть. Мне прислали, типа, зацени, возможно ли такое, правда ли это. Ну, вообще, я уверен, что правда. А во-вторых, я говорил, что так будет. Я предупреждал. Я орал просто сколько мог. Прям ге-е-е-е. Что, типа, когда-нибудь такое случится и у нас. Потому что, вот, мы с вами наблюдаем, все там орут. Вот, там, западные какие-то группы, еще что-то там, какие-то там супер-фестивали. А вот хрен там. Значит, мне тут на днях прислали посмотреть фест, который называется, сейчас скажу. Он называется Metal Over Russia. С 29 июля по 31 июля. Ну, то есть, совсем скоро. Буквально там через две с половиной недели. Он будет проходить, можно сказать, в Москве. Это усадьба Гребнева. Это Фрязина за Щелково, короче. Туда, чуть-чуть дальше находится. Ну, это я просто географически знаю, где это находится. Но как бы хрен бы с ним. Вы сейчас скажете, да, там какая-то, наверное, ну, знаете, ну, как вот это вот, знаете. Ну, типа, какие-то там группы там местные, короче, что-то там будут играть. Какая-то туфта. Что за хрень? Что ты, типа, несешь? Так вот, давайте я сейчас просто зачитаю вам, ну, не знаю, первых там 15, например. Хотя, ну, тут больше, чем 15, гораздо. Значит, кто будет выступать? Слоттер 2 Привейл. Ха! Эпидемия. Аркона. Вайлд Вейс. Стигмата. Гран Кураж. Черный Обелиск. 5DS. Ну, или 5DS, как хотите. Монгол Шоудан. Сруб. Тролль Гнёт Ель. Ермак. Безноанального Угнетения. Сварга. Сатана. Козёл. Арктида. Гробовая доска. Доминия. Эльдер Винт. Ух, респект этим пацанам. Шадоу. Мор. Этот прочитать не могу. Теофель. Станс. Прессор. Вудскрим. Змей. Горыныч. Короче. Намат. Путь. Солнце. Короче. Это к вопросу о том, что я говорил, что так будет. То есть, заметьте, что есть прям крупняк металлический. Это ж металл. Прям. Не всё, конечно, прям совсем металл. Но Тролль Гнёт Ель, например, с металл программой будет. Чем вам не кропиклание, собственно. Да. То есть, вот. Есть фарш. Да. Прям вот. Жир металл. Жёсткий такой. Да. И, соответственно, есть ещё, как бы, группы разных масштабов. Вот. Давайте сейчас заглянем, значит, к ним на сайт. Значит, Metal Over Russia 22. Поехали. Главный Metal Open Air 22. Ну, в принципе, соглашусь. Вот. Здесь участники все видно. Вот самый, собственно, жир. Аматори, кстати. Почему-то там в списке не было. Да. Вот она здесь будет проходить. И смотрите, значит, у нас тут две сцены. В первый день, значит, хедлайнеры. Это Стигмата Аркона. Второй день Аматори, Вайлд Вейс, Ермак. Третий день Слоттер Туп Ревейл, Эпидемия. Вот это контраст. Вот это прям вкусненько. То есть, ты понимаешь, что это фест. И у тебя выходит, играет Эпидемия. А потом Слоттер Туп Ревейл. Нормально. Вот. И вторая сцена. Там группа поменьше выступает. О, Синфу. Это Синфа Блэк. Да. Эльдер Винт во второй день выступает. Доминия вон. Намат, короче. Прям Росомаха как раз. А, прикольно. Росомаха играет 12... А, они Сутреца играют Аркона вечером. Неплохо в один день-то. Вот. Естественно. Там кемпинг с палатками. Можно приехать со своей палаткой. Можно там целая палаточная гостиница. Ссылочку на фестиваль я вам оставлю в описании. Но я, если честно, просто с раскрытым ртом сегодня это все читал. Просто зайдете на сайт, посмотрите. Потому что, реально, у нас такого никогда еще, прям вот, прям, чтобы по-серьезски именно такой жести никто не делал. Вот. Но! Я, конечно, уже натриндил на целых пять минут. Можете мне написать, какой я говнюк. Что так долго растягивал. Но сегодня мы с вами будем послушать... Будем послушать... Ну, где-нибудь по одному, по полтора, по половинке трека большей части самого фестиваля. То есть, будем брать группы выборочно, да, и слушать, что же там будет рубить. Ну, типа, к вопросу о форматности и неформатности такого размера фестиваля. Так. Погнали. Значит, прям вот я сейчас открою список на сайте участников. Да. И, значит, давайте, значит. Первый день, первую сцену там, да, посмотрим, значит. Без нонального угнетения. Давайте поржем. Леша делает смешно. Not LGBT friendly. Так. Поехали. Френдли на уголок, на уголок. Ха-ха-ха. Ну, как бы вы понимаете, что это ни разу не формат. Потому что я не... Тут все понятно. Дальше летим, значит. Ну, стигмата. Я, кстати, давно не слышал, что они делают вообще сейчас. Давайте откроем. Сентябрь горит. Ну, все, наверное, слышали. Что? А что так? Это как стигмата World. Вот. Премьера клипа 19-го года. А что такое? Где? Стигмата акустика. Альбом акустический. А, ну вот. 19-й год. Там, где дыхание твое, как в первый раз. Ну, это стигмата. Ну, это акустика. Я думаю, все помните, что стигмата это... Вот вам и брейкдауны. Нормально, нормально Аркона Если вы не знаете, что такое Аркона Я просто, грубо говоря, знаком С музыкой большинства команд Которые будут выступать Не то, чтобы совсем много Ну, как бы знаком И вот смотрите Аркона Там Есть А, о Это так, сейчас Ну, там, что-нибудь Там, например Просто Это же Как бы По телеку у нас, да, это не показывают Змей Горыныч, кстати, тоже прикольный Такой проект Угарный Чекайте просто Dance on the floor Это еще и камера Саша там Нормально? Это наши команды Вы понимаете, что это Реально же Вот, ну, просто, да То есть я включил группу Которая вроде как не хедлайнер Вы слышите, как она реально Круто, ребята, звучат Ну, аматори Ну, кто не слышал аматори? Wild Ways Ну, я думаю, тоже Многие слышали, да Ермак, вот Чекайте, да Тоже команда Наша Просто Неожиданно, да, так? Опа Там, мотанем Че там прям Прям, прям Очень низко Прям То есть, ну, как бы, да Вот, она поехала Арктида, да Это, ну, такой Больше Павер метал Чем вам не Стратовариус, а? С 17-го года, кстати, трек Все, прям Вот, ну Это к вопросу Вудскрим, да Тоже, кстати Прикольная команда наша Ну, давайте там Клип Ну, это такое Да При этом Обратите внимание Что это все Концертирующие команды У которых реально там Куча концертов Там Слоттер Допревейл Эпидемия Гранд Кураж Четверный обелиск Вы, наверное, слышали, да Но, допустим Вот Давайте Моих любимчиков В этом плане Да, там Откроем Эльдер Винт Да Я просто Когда услышал это Просто такой Типа Че Прям Ну Просто слушайте Это Это Вроде Black Metal Но все-таки Я много раз вам говорил Что во всяком Black Metal Гораздо Больше Получается музыки Чем В некоторых Прям Мотану Там Там Это реально Прям Знаете Когда такое Слушаешь Гордость Берет Прям Думаешь Блин Вот Да Да У нас Не умеют В промоушен В медийность Какую-то Как бы Да Вот Прям Не умеют Вот С этим С ресурсами С этими Как-то Все это Не так Грубо говоря Устаканено Да У нас Вот Не так работает Но Работает же Все-таки Как-то Вот Вот Симфол Лайф Какой-то Концертник О Костян Вот На нашествию Да Нашествию Не зачет За то Что они Очень редко Ставят Какие-то Тяжелые Команды А тут Просто Почти Все Такие Просто Black Dead Название Группы Росомаха Вот Да Это Сайт Проект Получается Этого Кусок Кусок Состава Арконы Весь Это к вопросу О том Что Вот Вам Состав Арконы Которые Играют В другом Коллективе Просто Под Другим Названием Валит Еще Более Жесткую Какую-то Прям Это Доминия Вон Да Намат Кстати Если Намат Не слышали Это Очень Крутые Ребятки Мы С ними В Питере Играли В Моде Меня Спрашивать На тему Наших Концертов Назв году будет с этим попроще немножко потому что с рисованием со всеми плюс как бы две версии альбома сделать это просто кошмар мы сейчас все по треково будем выпускать и уже в следующем году можно будет думать нормально о концертах потому что это кошмар я еще в голове у себя никак не могу заценить как это не заценить а зацепить два момента первый момент я хочу чтобы с треками которые у нас с визуальным содержанием какие-то у меня на бэк-банере как бы картинка крутилась как это сделать я пока не знаю это надо синхронизировать во первых проект с видео как бы да как то все это сделать это понятное дело вот вопрос следующий в том чтобы бэк-банер везде был раскладной типа это немножко руинит голову то есть я хочу немножко заморочиться по оборудованию чтобы максимально приблизить звучание к полноценному такому концертному то есть не на палках с говном вперемешку да все это пытаться удержать а чтобы нормально оборудование поставил и звучало но все так как хочется чтобы это случало не как обычно так это дономат faceless кстати 16 года клип ребята очень клевые мы с ними играли прям очень ваще огонь просто ну а вы наверно не слышали про них это плохо в вифи подключился мука да и сейчас просто ба 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 я вот реально чувакам которые делают вот этот fest прям реально горжусь и хочу сказать спасибо за то что они в принципе это делают потому что но ну ну просто посмотрите список групп которые выступают и если у вас есть возможность то хватайте тапки и собственно срочно покупайте билеты потому что а билеты сейчас у них на сайте где-то у них там все это указано так так подобная информация билеты здесь вот у них там ссылочка а ну собственно на сайте есть кнопка купить билет вот билеты я насколько понял там как по-разному на несколько дней бывает там все такое билет вот я вижу на 8 персон на три дня на 4 персон на три дня на две персоны на три дня билет на три дня входной билет ну короче вариантов много там всякие вот эти как они часто задаваемые вопросы у них тоже есть но я прям очень рад что такое прям будет это это но агро огромный шаг с точки зрения потому что грубо говоря всегда считалось то что продвижение концертная гораздо лучше чем продвижение любое другое по отдельности то есть как бы должно работать и концертная и какое-то интернетная грубо говоря и бумажная телевизионная радио подобное да вот но когда нету такого плана концертов крупных короче да где собирается огромное количество людей чтобы заценить все что там происходит как бы да и тут попасть можно там да сразу на целую пачку команд за сколько получается сколько там три дня это же просто жесть реально очень круто вот и логика в том что грубо говоря мало того что это в подмосковье проходит до близко то есть не где-то далеко куда ехать прям жестко но понятное дело что для кого-то в москву ехать далеко потому что страна огромная но вот но сам факт что как бы это происходит и это реально очень круто здесь ну как бы не все группы из москвы если что вот морок там вон янтарные слезы это же по-моему дум вообще команда какая-то насколько я помню название mass madness вон там короче прям бух жесть какая-то вот ссылочку как я уже сказал на fest найдете в описании я бы сам конечно сгонял но у меня там что-то в эти дни прям какой-то кошмар будет ну смысле вообще не вылезти вот потому что я хочу закончить наконец эти дела не забудьте подписаться на канал подписаться на паблик школы вконтакте покупайте билеты у них на сайте напишите потом в комментариях расскажите чё как было а я если честно в восторге прям сегодня мне скинули я такую то есть как бы если просто по хедлайнером даже посмотреть это реально просто мясо вообще вот ну и давайте еще увидимся пока